Люди, всем привет из Сочи! Сегодня 13 апреля. Кто не верит в это число в 13-е, оно мне не счастливое, это точно. Сегодня мой канал опять получил два очередных предупреждения. Очень странно, YouTube вообще себя ведет. Скачиваешь, например, с телизора снимаешь какое-нибудь сообщение там о футболе, да, тысяча просмотров, и проходит 10 дней, и вдруг автор заявляет свои права. И два предупреждения, два видео, это два предупреждения в день, и канал повисает на волоске. Ну, слава богу, они вернули мне опять сейчас канал, заставили пройти меня в школу авторов, я ее прошел, там, ответил на 4 вопроса, ответил правильно. Они меня простили, теперь 3 месяца у меня, значит, есть на то, чтобы не нарушать правила, и потом снимать все у меня предупреждения. То есть, поэтому сразу подпишитесь на мой параллельный канал, в описании там еще, у меня два канала. На одном 1900 подписчиков, на другом 400, да, и там, и там, чтобы вы были, потому что YouTube уже убил один мой канал, где было 7000 подписчиков год назад, к сожалению, вот, ну, какую-то порноху-черноху, значит, можно, а вот про футбол рассказывать нельзя. Это очень странно, да, но, видимо, давал в свое время очень много правильных, видимо, кто-то на меня имеет зуб из букмекеров, и так далее. Поэтому переходите по ссылке, закрепленной в комментариях, регистрируйтесь в Мелбете, получаем мой промокод, играйте в Мелбете, потому что техподдержка с моей стороны, со стороны моих официальных партнеров, официальный партнер Мелбет. Вот такие вот дела. И вступайте в мою группу, где у нас хорошие заходы, очень хорошие, особенно по баскетболу, по хоккею, по футболу. Три вида спорта разбираю только я, в Ютубе больше ничего этого не делает. Поэтому переходим к Лиге Чемпионов. Сегодня у нас 13 апреля, сейчас вот-вот начнется ПСЖ Бавария, и там, я думаю, что Бавария не проиграет, Бавария забит больше полтора. Хотя вот все болеют, ну, вот так вот я думаю, да, что, наверное, Бавария выиграет что-то типа 2-1, не знаю, вот как-то так, посмотрим. Челси Порта вообще темные лесы, значит, ну, завтра, Ливерпуль и Реал Мадрид. Вот открываю этот матч, и с него мы и начнем. Рассмотрим пару матчей Лиги Чемпионов, и, может быть, Лигу Европу тоже зацепим. Значит, я вам просто статистику приведу. Вот, на Ливерпуль дают двоечку, на Реал 3-60. Дело в том, что первый матч был 3-1, по-моему, повторение финала трехлетней давности, помним все, да? Когда Реал третий раз подряд стал, значит, руководителем Лиги Чемпионов. Итак, в пяти последних матчах по угловым 9-3 Реал имеет статистику лучше, чем Ливерпуль по угловым. Но, это имеется, я даю, значит, данные имеются в виду, что Реал в гостях, а Ливерпуль дома. По карточкам 1,5 на 1,5 нарушение 16-13 в пользу Ливерпуля. Я думаю, что Ливерпуль в этой игре победит по фолам, вот что я думаю. И когда они с Реалом играют, всегда Ливерпуль побеждает по фолам. Значит, в десяти матчах угловые, опять же, 7-3 в пользу Реала, карточки тоже 1-1, фолы 14-9. То есть, победа по угловым Реала и Ливерпуля по фолам. Но, так как в этой игре Ливерпуль нужно больше, возможно, Реал будет вообще в обороне стоять и никуда не будет рыпаться. Серий тут никаких нету, значит, последние матчи закончились между этими командами. В 14-м году 0-3 Реал выиграл 22 октября, и в 9-м году 4-0 выиграл Ливерпуль. То есть, обе забиты у них не проходят, в Ливерпуле Англия не любят ОЗ. И я вполне допускаю, что здесь будет что-то типа 2-0 в пользу Ливерпуля, что вполне позволит ему пройти дальше. А может и не будет. Скорее всего, 2-3 гола в этом матче. Значит, последние матчи у Ливерпуля в Лиге Чемпионов сложились так, что они только две игры проиграли. Пять выиграли, одна только ничья была с Митюландом. Реал, в свою очередь, одержал 6 побед. Одно поражение, одна ничья. Ну, практически одинаковые показатели. То есть, это по Лиге Чемпионов. Значит, статистика. Следующий матч мы разберем с вами тоже, дам статистику вам, статистическую базу. Борусио Доркмунд, Манчестер Сити. Напомню, что я вообще в этой паре болел за Борусио Доркмунд. Здесь моя симпатия на стороне Манчестер Сити. Вот в этой конкретной игре. Почему? Потому что Манчестер Сити слил. Я сказал, что они Лидсу могут проиграть. Было дело. Я сказал, 9-90, берите победу Лидса. В 14.30 начинали, первый матч. И как под заказ, 2-1, значит, Лидс выиграл. Следующая уже игра остановила Ливерпуль. Уже там остановила Вилан, но Ливерпуль в конце все-таки вырвал победу. Это характеризует его с плохой стороны. А здесь у Сити будет шанс. Итак, первая игра. 1-0, Борусио так нет. Ну, они там, так, мы вернемся к этому, значит, они у нас в первой игре 2-1 выиграл Манчестер Сити, по-моему, да, у нас? Да, Дебрюнея на последней минуте сделал передачу шикарную, они там вдвоем соорудили гол там. Ну, у нас там ставка была ОЗ. Так, короче, в 20 матчах статистика такая. Угловые 5-5, карточки 1-1, ну, я округляю, фолы 10-10, все одинаково. В 10 матчах угловые 5-5, карточки чуть больше Манчестер Сити, нарушение 11-9 в пользу Борусио. И 5 матчей, вот последняя статистика, угловые 6-1 в пользу Сити, карточки 1-1,5 в пользу Борусио, и нарушение 12,5 на 8,5. То есть, ну, скорее всего, Борусио здесь по фоллам победит. Вообще, команда не грубая, но почему-то в последнее время стали желтые получать. Вот, я бы тут не полез, в угловые бы точно не полез, потому что Борусио нужна победа, они проиграли. И они, скорее всего, будут угловые подавать, подавать, и, значит, Сити там то ли будет подавать, то ли не будет подавать. Короче, угловые не всегда заходят. Серия такая, Манчестер Сити не пропускает в 4 гостевых матчах. Ну, конечно же, пропустит. Не пропускать в первом тайме 8 матчей. То есть, в первый тайм Борусио меньше одного. Один забьют, и откат. Вот такая вот ставка. Переходим к следующей, к следующей, к Лиге Европы, к Лиге Европы Уэфа. Разберем матчи. Так, Рома Аякс. Статистику сейчас дам вам. По-моему, Рома выиграл в первой игре, если не ошибаюсь, 2-1. Ну, там УЗ просто мы поставили. Там за рубль 50 УЗ там залетело. Значит, давайте я просто 5 последних матчей дам, чтобы все это сузить. Значит, угловые 7-4 в пользу Рома, карточки 1,5-2,5 в пользу Аякса. Фолы 14-10 в пользу Аякса. У нас там ставка была, кстати, на Аякс двойной шанс по фолам. И что вы думаете, 11-11 фолы у нас зашли. Поняли, да? То есть здесь Аякс победа по фолам, по карточкам, по угловым, скорее всего, Рома. Рома выиграл, думаю, 5 таймов подряд. Рома выиграл в той тайм в 5 последних матчах. Но мы еще вернемся к обозрению, к тому, кто как что там в чемпионате как шел и готовился. Манчестер, Юнайтед, Гранада. Тоже сейчас статистику дам. Ребят, только я даю такую статистику, поэтому не пожалейте лайков. Как говорят другие. Если мое видео соберет 500 лайков, я разыграю, значит, путевку там в Турцию, в Грецию, там в Египет. И еще там куда-то. Итак, Манчестер, Юнайтед, Гранада. Юнайтед, по-моему, выиграл 2-0 на выезде в первом матче. Если не ошибаюсь, УЗ, как всегда, нет с английскими командами. По угловым 4-4, карточки 2-3, Гранада. Нарушение у Манчестера 17, у Гранады нету данных почему-то. Нету и нету, да. Вот если взять за 10 матчей, то угловые 4-4, по карточкам еще победа, Гранады по желтым. По желтым победа Гранада. Серия такая. Юнайтед не проиграл первый тайм в 17 матчах подряд. Следующий матч. Славия Арсенал. Вы знаете, Славия противная команда. Я еще и говорил это неделю назад. Предупреждал, что они с Челси 2 года назад бодались. Кое-как Челси забодал благодаря стараниям Азар. По Азар забил что-ли. То, что типа 1-0 как-то вот. В ответ в Праге типа 0-0 как-то играли. В общем, какой-то ужас. Но этот ужас продолжился и в этом году. 1-1. Причем в меньшинстве. По-моему, Славия играл. Серии такие. Арсенал не проиграл первый тайм в 16 матчах подряд. Не проиграл второй тайм в гостях в 9 матчах подряд. Сыграл второй тайм в гостях с тоталом больше полтора в пяти последних матчах. Забивает и пропускает во втором тайме в трех гостевых матчах. Ну, значит, второй тайм больше полтора. Ждем. Как заиграть в перерыве после первого тайма? Значит, смотрим. В пяти матчах статистика. Уголовые 7-4 в пользу Славии. Карточки 1-0-5 в пользу Славии. Фолы в пользу Славии. Кстати, брали фолы. Двойник такой был. Славия победа по фолам. Аякса двойной шанс. Коэффициент 1-99 зашел. В десяти матчах уголовые 4-5 в пользу Арсенала. Карточки Славия. Нарушение Славия. Все. В этой игре ставка в группе будет железобетонная. Опять берем двойник железобетонный. Здесь заходит. Заходит, ребята. Залетает он. Вступайте в группу. И Вильяреал, Динамо, Загреб. Мутная пара. Но Загреб проиграл первую игру. Наконец-то его поставили на место. Краснодар от них пострадал. В общем, это противный Загреб. Эти, значит, братья-славяне. Вильяреал выиграл 6 последних матчей. Ну и это тоже, скорее всего, выиграть. А нафиг ему надо. А я уж не помню, сколько они там выиграли. 0-1 или 0-2. Прошу прощения. Значит, они играли в десятом году. 3-0. Вильяреал дома выиграл. 0-1 он выиграл 8 апреля. И в десятом году 2-0 Загреб у них. То есть у них УЗ не проходит. Не проходит, но когда-то же пройдет. Здесь, я думаю, что Загреб должен наковырять какой-то. Галешник. Скорее всего, что-то типа 1-1. Ну, так и братья-славяне. Вот они такие противные. Значит, все что угодно. В хорошем смысле я им веду. У главы 4-2,5 Загреб. Карточки 2-1,5 Загреб. Фолы 17-16. Называется, никто не хотел умирать. В десяти матчах. У главы 4-3 Вильяреал. Карточки 1,5 на 1,5. Нарушение 15-15. Короче, в этот матч я точно не полезу. Почему? Да потому что. Потому что. Братья-славяне, еще балканская команда. Бывшая соцстрана. Ну их нафиг. Ребят, нахунг-нахунг. Как говорят немцы. Вот. И. Значит, надо просто посмотреть, как эти команды именно подходили к Лиге Европы. Вот. Исходя из того, как они сыграли в своих внутренних чемпионатах. Значит, Загреб выиграл 2-0 в гостях 11 апреля. А Вильяреал слил. А Сосуни дома 1-2. Отсюда вывод какой. Вильяреал должен победить и во второй ответной игре. Юнайтед-Гранада. Смотрим, как Гранада сыграла. Потому что Юнайтед выиграл. Насколько я помню. Так, Юнайтед выиграл 3-1. Набрал ход прямо. Вышел на второе место. Лестер вообще обосрался уже на пятом месте. Позорники. Гранада выиграл также 2-1 тоже на выезде. Поэтому тут не знаю, что будет в этом матче. Я бы заиграл 2-3 гола в матче. Мне очень нравится эта ставка. Потому что если в первом тайме гол забьют, у вас уже будут выкупать ставку. Если второй гол забьют, то точно будут выкупать ставку. Потому что, чтобы она не зашла, она еще 2 гола забьет. Но третий гол, если забьет, у вас тем более заход. Это очень хорошая ставка. 2-3 гола в матче. Очень хорошо работает в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Рома Аякс. Миша звонит. Но то, что ставка зашла 2-5 гола, меньше во всех периодах. Акбарс авангард. Рома Аякс. Рома скромно обыграл Болонию 1-0. Аякс – Волвейк 1-0. 0-1. То есть, я думаю, что и в ответной игре обе команды, скорее всего, забьют. И тут у нас мы будем заигрывать в Торчермет. В Торчермет – это, значит, фалы, угловые, желтые, удаление, видеопросмотры. Есть такая ставка – на поле выбежит голая женщина. Коэффициент 600 во время Чемпионата мира давали. Кто-то выбежит на поле. Кто выбежал? Моя землячка из Налийска. Толоконникова, Надежда. Пусть орает. Помните скандал? Она же отсидела. Школа закончила с золотой медалью. Ее этот, Петр, не помню фамилию, Мушево, гражданский ли там, переоделся в мента, прошли все кордоны и выбежали на поле. То есть, кто-то поставил ставку с коэффициентом 600. Они выбежали, все. Отсидели 15 суток и бабки отработали. Славя, Прага, Арсенал. У Слави полкоманды не играет, даже больше. Человек 8. А у Арсенала только двое. Поэтому Славя последнюю игру 2-0 выиграла у Спарты, а Арсенал у Шеффилда выиграл 0-3. Вот. Ну, тут вот. Ну, тут в Турчермет. Опять в Турчермет. Проход Арсенала за рубль 40. Ну, я думаю, что Арсенал на классе их пройдет. Вот такой вот обзор в дебри лезть не будем. Значит, Лигу чемпионов, Лигу Европы я вам рассказал. Просьба. Отписаться от моего канала и снова подписаться. Да, вы не ослышались. Отписаться и снова подписаться. Это создаст движуху дополнительную. Вот. И вступаете в мою группу. 250 рублей вход, 200 рублей абонентская плата. Около 100 человек в группе. Отличные заходы. Люди возвращаются. Побыли в группе. Значит, поняли, что вы один в поле не воин. И опять многие возвращаются опять в группу. Потому что лучше группы нет. Дешевле группы нет. Доступнее группы нет. Нет такой группы демократичной, где есть поддержка в Ютюбе, интерактивной. Я весь день в группе все время поддерживаю. Всегда отвечаю на вопросы. Всегда никому, ни одному человеку не отказывал. Вот сейчас человек позвонил. Ну, я отклонил телефон, да. Но его ставка была в группе. Он сказал, все периоды меньше 2,5. А она зашла. Наверное. Вот такие вот моменты. Поэтому давайте играть вместе. Давайте играть лучше, чем мы. Как эти. Была такая передача, да. Делайте с нами. Делайте как мы. Делайте лучше нас. Вот то же самое. Ребята, вступайте в группу. Регистрируйтесь в Млбеке. Пишите мне на WhatsApp. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok